Здравствуйте! 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. И, конечно, те из нас, кто с нетерпением ожидает нового похода в музей, тоже могут считать себя причастным к этому празднику. А сегодня в нашей студии заведующая Центром гуманитарных программ Сергея Посадского, историко-художественного музея-заповедника Светлана Левицкая. Здравствуйте, Светлана! И с ней мы поговорим о том, какими событиями встретит свой профессиональный праздник и Международный день музеев наш музей, наш родной Сергеево-Посадский музей. Итак, Светлана, чем музей будет удивлять своих посетителей? Ну, Международный день музеев – это 18 мая, и поэтому мы начинаем с того, что в этот день музей открыт для всех бесплатно. Это, пожалуйста, посещение, приходите в музей. Но и уже традиционно стало, что к дню музеев, наверное, самое главное событие музейной жизни, самая такая уникальная акция проводится во всем мире – это ночь в музее, когда музей работает почти круглосуточно. То есть есть возможность посмотреть музеи в немножечко нестандартной обстановке, не днём пройти по экспозициям, а задержаться вечером, когда уже солнце село, когда уже другая атмосфера. А правда другая атмосфера вечером в музее? Ну, так же, как везде вечером, наверное, другая атмосфера, поэтому музей вне дня совсем другой. Другое настроение там? Да, это совсем другое, совсем другой свет, другие тени, другое какое-то ощущение музея, сопричастности ко всему. Другой настрою людей, наверное, которые там находятся. То есть человек себя чувствует совершенно по-другому, видя вокруг себя какие-то подлинные вещи, артефакты. Это какое-то смещение времени и пространства проходит полностью. Но, тем не менее, у вас всё 19 мая расписано по программам и по площадкам, задействованы и площадка конного двора, и главного корпуса, и окровеческого отдела. Итак, вот где будет самая первая, скажем так, программа, куда можно будет заглянуть? То есть мы как бы решили, что ночь музеев у нас начнётся утром. Поэтому у нас получается ночь музеев начинается с 10 утра, поскольку мы хотели, чтобы все пришли, все возрасты, все категории населений. Поэтому краеведческий отдел музея во Вражном переулке встречается с 10 утра самых маленьких их родителей. Там будет путешествие по музею с волшебной палочкой. Потому что в этом году такая главная идея, наверное, ночи музеев – это слово «метаморфозы». Метаморфозы можно понимать как угодно. Это всегда превращение или какое-то необычное восприятие привычного. И вот мы тоже хотим первую программу для малышей сделать – это ожившие старинные вещи. Что вещь музея – это всегда какая-то эпоха, время, это всегда какой-то рассказ, это какое-то событие, которое совершенно для них сейчас может быть непонятно, неизвестно. И не только им, но даже и их родителям, которые с ними приходят. И вместе нам эту программу помогает делать театральная студия «Театруля». Такой наш постоянный друг и партнёр Наталья Петровна Постникова, которая делает для детей ещё такой оживший спектакль «Дом, который построил гном». И в то же время мы предлагаем всем попробовать стать уже и настоящими, может быть, мастерами какого-то творчества, художниками, нарисовать свои впечатления и оставить эту выставку здесь в музее на летний период. То есть одним днём программа в краеведении не закончится, а её впечатление можно будет узнать из рисунков детей. Тем более скоро в краеведческом откроется выставка «Детский сад». К столетию первого детского сада. Это же и был детский сад, да? Да, и здание детского сада. И поэтому впечатление сегодняшних детей в бывшем здании, связанном с детством, наверное, это будет интересно смотреть всё лето. Ну и основные программы уже начнутся во второй половине дня. Куда пригласить аудиторию, которая постарше? Да, те, кто постарше, знаете, впервые решили соединить в этот раз в музее музыку, балет, театр и исторические экспонаты. И поэтому в 4 часа родители с детьми, пока это тоже такая, скажем так, младшая группа посетителей, мы приглашаем на музыкальные фантазии в музей. Потому что в этом году ещё юбилей, наверное, самого доброго сказочника – это Шарли Перо. И мне кажется, у нас в музее достаточно экспонатов, которые как бы пришли из тех его сказок. А музыкальная школа номер один нам помогает в музыкальном оформлении этого сказочного путешествия. Это где будет эта программа? Это будет в Конном дворе, на выставке, даже можно считать необычно, преподобного Сергия Радонежского. Среди парадных портретов русских императоров и императриц мы считаем, что вот этот зал – это будет такое как бы прекрасное оформление того бала Золушки, того, наверное, воплощения добра и чуда, которое есть в сказках Шарли Перо. Поэтому в 4 часа мы приглашаем всех любителей сказочных путешествий посмотреть вот такую сказку музыкальную, балет. А потом попробовать нарисовать свою сказку. То есть здесь тоже дети рисуют? Ну, поскольку всегда, наверное, самое лучшее впечатление... У вас потом останется прекрасная коллекция рисунков. Они рисуют не в смысле только как карандашами или мелками. Мы рисуем и с помощью бумаги, и с помощью глины. У нас будут разные мастер-классы, но вот такой у нас сказочный сюжет. В это же время, если можно говорить о 19 мая, то, знаете, в этом день ещё один праздник. Это праздник первой футбольной команды Московской области. Оказывается, первая футбольная команда, если считать, возникла в Московской области в Орехово-Зуево в начале 20 века. И поэтому 19 мая сейчас объявлено таким праздником. И мы решили пригласить в 5 часов в главный корпус на выставку, посвящённую спорту, на программу путешествия в страну футболе. Я почему-то думала, что эта программа у вас рассчитана на тех, кто ожидает чемпионат мира по футболу. Нет, чемпионат мира это обязательно. То есть это всегда. Чемпионат мира это самое главное событие. Но получается, что чемпионат мира это не какое-то абстрактное для нас событие. Оно близкое. Что футбол он был и у нас здесь в городе, и в Московской области. Является родоначальником российского или русского футбола. Поэтому это будет такая программа для знатоков, для любящих футбол, для всех семей. Потому что один ребёнок не справится. Это наподобие конкурса что-то будет? Да, это будет путешествие по станциям. Когда мы поговорим о футбольных кричалках, мы поговорим о футбольной математике. Что значит цифры, которые мы часто встречаем в футболе. Мы поговорим, что такое вещи, которые встречаются в футболе. И попробуем ответить на вопросы, казалось бы, нам сейчас очень привычные, когда появился свисток, когда появился тренер на поле, чтобы собой представляли первые ворота. И вот такая конкурсная программа ожидает в главном корпусе. Ну и вечер, вот уже когда начнутся сомерки, когда начнётся ночь музея. Это 6.30, да, открытие. И мы приглашаем в конный двор на программу шедевра из запасников. Это встреча с нашими экспертами, с научными сотрудниками. Это будет целый ряд экскурсий, открытий, загадок по всему конному двору. А в это же время в главном корпусе в 7 часов начнётся концертная программа с нашими, наверное, хорошими уже друзьями. Такая традиция, это музыкальные вечера в музее. Это артисты Геликон-оперы приезжают, чтобы с нами встретить эту акцию и провести этот день. Это будет концерт с 19 часов в главном корпусе музея. В экскурсии, ну, казалось бы, это очень привычно, но в этот раз мы решили попробовать и посмотреть на исторические экспонаты немножко по-другому. И поэтому одна из таких новых, скажем, путешествий по музее, мы её назвали, это метаморфоза любви в музее. Мы поговорим о тех исторических персонажах, которые нам казалось очень известны. Иван Грузный, там та же Марина Мнишек, Евдокия Лопухина, Пётр Первый. Но поговорить не как о государственных деятелях, а как личностях, о людях, которых страдали, любили и прожили такую же полную смысл и каких-то различных бед и удач в свою жизнь. Вот такая экскурсия будет с 8 до 9 вечера в конном дворе. Ну и самая вечерняя такая часть, раз это всё-таки ночь музеев, мы решили попробовать две новые программы. Одна из них будет эта в краеведческом отделе. Она начинается в 8.30, назвали мы её такая игра перформанс, это ожившее время. Попробовать представить, что происходит в музей, когда уходит последний смотритель. То есть вот смотритель уходит, а музей остаётся, живут предметы, живут персонажи. И надо попробовать прожить это время в музее и попасть на закрытый театральный показ, который будет в музее. Ведь в этом году ещё 125 лет Владимиру Владимировичу Маяковскому, и поэтому мы хотим показать на этом закрытом театральном показе «Облако в штанах». А кто сделает эту постановку? Это актёр Московского театра Александр Борисов, который исполняет моноспектакль по поэме «Облако в штанах». Ну слушайте, такое всё разноплановое, да? Потому что музей позволяет любую тему. И музыка, и поэзия, всё собираете. Ну если музей – это от слова «музы», то вот как и никогда мы все музы соединили у себя в музее. Ну и самое последнее, да, это самая поздняя ночная игра. Это в 23 часа в конном дворе мы её назвали «Тишина». Эта задача будет тех, кто станет участниками этой игры, добраться, скажем так, до главного хранилища музея и попробовать пересетрить музей, и попробовать забрать его главное сокровище. То есть здесь задача будет за определённое время как можно тише пройти по территории конного двора по экспозициям, где находятся ещё охранники, смотрители, научные сотрудники, и попасть в главное хранилище. А вот здесь проявить все свои знания о нашем музее. Потому что на экране перед ними будет идти огромное количество экспонатов со всех музеев мира. Вот надо выбрать будет то, что хранится и чем славится наш музей. Ну здесь человеку неподготовленному будет сложно. Тот, кто не бывал ранее в музее. Нет, но всё-таки мы подбираем так экспонаты, чтобы мы могли представить, что, например, парадное платье английской королевы, например, или какого-нибудь XVII-XV века не может храниться, тот, кто знаком с нашими экспозициями. А вот, например, какие-то ткани можно увидеть. Точно так же, например, резьба по дереву в европейском стиле и в русском стиле отличается. То есть надо проявить логику, сообразительность и выбрать эти экспонаты и получить главный приз. И это финальное событие, которое состоится как раз в ночь музея. Да, в 23 до 24 часов мы как бы ею ставим точку или начинаем новый день жизни музея. Светлана, вы уже говорили, что есть определенные тематики, под эгидой которых проводится день музея, ночь музея. И в этом году музей в эпоху гиперкоммуникации, новые подходы, новая аудитория и вот эти метаморфозы. Если говорить о новых подходах и новой аудитории, вот для вашего музея какая аудитория может быть новой? Кого бы вы видели как новую аудиторию? Она может быть не новой, она может быть всегда существующей, но она на какое-то время исчезла из жизни, наверное, вообще музеев, а может быть и культурного какого-то общества. Это взрослая аудитория. Мы часто приходим детьми, занимаемся своим самообразованием, родители занимаются, а вот взрослые люди от 25 до 50 лет, они часто занимают профессиональными, карьерными вопросами, но мало приходят. А вот сейчас стала тенденция, когда люди пошли в музей, когда становится очень хорошо развиваться, и это как форма досуга, образование, познание как форма досуга. И мне хотелось бы, чтобы вот эта категория населения увидела наш музей, увидела, что здесь можно отдохнуть, узнать, провести прекрасное время, и потом привезти своих детей уже тоже сюда. Спасибо большое за рассказ. Очень эмоционально вы рассказываете, Светлана. Я хочу вас поздравить с праздником, с Днём музеев, и всех людей, кто работает и занимается музейным делом, безусловно, тоже с праздником, потому что именно вы выносите тот вклад в сохранение культурного наследия, и вклад этот не оценим. Спасибо вам за вашу работу. А я напомню, что сегодня мы говорили с заведующей Центром гуманитарных программ Сергея Посадского, историко-художественного музея-заповедника Светланой Левицкой. И напоминаем, что 19 числа в субботу музей ждёт всех на большом событии, в мероприятии, в котором начинается ночь в музее. Все площадки будут работать, и площадка Кондова, двора и главного корпуса музея, и краеведение. Выбирайте себе по душе, приходите в музей. Всего доброго и до встречи. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова